Им даются четыре задания, предполагающие развернутый ответ. В 81-й школе проходит итоговое собеседование для учащихся 9-х классов. Успешно пройденная процедура гарантирует допуск предстоящей итоговой аттестации. Это в первую очередь допуск государственной итоговой аттестации. То есть по большому счету можно сказать, сегодня стартует государственная итоговая аттестация 9-х классов. А с точки зрения важности этого собеседования, Конечно, мы с вами скажем, что владение устной коммуникацией – это базовое, ключевое владение. Это ключевая компетентность, которая позволит быть успешным во всех сферах жизни. Прочитать вслух текст научно-публицистического стиля, подробно пересказать прочитанное и дополнить ответ цитатами из материала. Участие в диалоге с экзаменатором приветствуется. В этом году итоговые собеседования по русскому языку пройдут почти полтора миллиона девятиклассников страны. 62 из них – учащиеся этой школы. Сложно очень сказать, как пройдет экзамен, но мы абсолютно уверены, что все наши ребята сегодня его сдадут и сдадут успешно. Очень волнуются родители. Они переживают, потому что для их детей это такое вот первое испытание на пути государственной итоговой аттестации. Я думаю, что все будет хорошо. Итоговое собеседование проводится третий год подряд. В Самарской области более 30 тысяч девятиклассников подали заявление на участие в испытании по русскому языку. Из них более двух тысяч – дети с ограниченными возможностями здоровья. Время тестирования для них увеличено. Если же экзаменуемые в феврале получат незачет или не смогут сдать экзамен по уважительной причине, в марте и мае состоится повторное собеседование. Гульфия Сафина. События.